Сегодня у нас праздник открытия замечательной выставки искусства Фаберже, эскизы из собрания Вадима Задорожного. Я думаю, что эта выставка в первую очередь интересна для наших студентов. Вы видите, какая была фантазия, когда начинаешь отрасматривать каждую вещь, думаешь, надо же, сколько там всего. Там и орнаменты какие-то, там и какие-то завитки, и что-то взято откуда-то, а что-то придумано, а что-то соединено с чем-то, потому что, ну, это период начала, главным образом, вот все эти изделия, это начало 20 века. И у нас есть все шансы делать подобные и не хуже вещи, используя те материалы, которые у нас есть. Я еще раз вас всех поздравляю с этой выставкой и желаю больших творческих успехов. Эта выставка, она, конечно, как мне кажется, интересна и нашим посетителям. Ну, с одной стороны, это такое громкое имя, Карл Фаберже, да, которое, наверное, известно всем без исключения. С другой стороны, это отражение эпохи, да, это начало 20 века. И, конечно, вот те утилитарные вещи, эскизы которых мы видим, это все-таки кухня художника, эти зарисовки, эти проекты, которые, ну, это не задумывались, да, как выставочные работы, как произведение искусства в самом себе. И вот эти все рисунки, эскизы, они, конечно же, отражают вкусы общества. Потому что это утилитарные вещи, которые максимально были востребованы среди разных слоев русского общества, наверное, по благосостоянию, которые могли себе позволить подобные предметы. Поэтому выставка, она многоплановая, она очень интересная, тем более, что все эти вещи находятся в частном собрании Вадима Николаевича Задорожного. Мы очень благодарны ему и всем коллегам, которые со стороны Вадима Николаевича работали над созданием этой выставки. И они находятся в хранении, и большую часть своего времени недоступны для любителей искусства. Сегодня вот такой праздник, когда мы все можем полюбоваться этими предметами. И в процессе уже подготовки, монтажа этой выставки мне было приятно увидеть наших педагогов, представителей мастерских, которые, услышав о том, что такая выставка готовится, сразу же прибежали просто ознакомиться с этими выдающимися произведениями. Открытие этой выставки для нас и для Вадима Николаевича тоже очень знаковое событие. И в первую очередь мы хотим поблагодарить эти стены гостеприимные. Эта коллекция у нас очень долгое время лежала в хранилище, и вот, наконец, она обретет своего зрителя и почитателя. И, возможно, станет предметом вдохновения для ваших студентов, для ваших педагогов на создание каких-то новых шедевров. Эта коллекция посвящена малоизвестной стороне деятельности Фудоба Фаберже. И в основном здесь представлены те работы, те эскизы, которые выполнялись художниками и дизайнерами московского отделения, которые, в отличие от питерской школы и от питерского отделения, занимались предметами для столового убранства. В том числе московское отделение занималось еще выпуском специализированной продукции для фронта, для участников Первой мировой войны. В том числе памятные подарочные портсигары, наградные какие-то вещи и гильзы для стрелкового оружия. Но здесь большая часть коллекции посвящена, конечно, посуде. Я, когда столкнулась с подготовкой этой выставки, поняла, что мне хочется часами разглядывать каждую из работ. Надеюсь, что вашим студентам и посетителям вашего прекрасного выставочного зала тоже все это очень понравится. Большое вам спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 которые занимаются сейчас воспитанием художников, которые могут делать вещи для производства, это необыкновенно ценная выставка. И вот за это мы невероятно вам благодарны. То есть раскрыта техническая сторона. Ну, замысел это прекрасно, да? Но ведь здесь показано, как замысел ложится на бумагу. Это именно первый этап, которого у нас не было, наш пробел. Это чудесная выставка. Это не просто учебные вещи, прекрасные, переложенные в акварельную технику. Это именно рабочие материалы. Ограниченная техника, почитайте. Значит, на бумаге простой карандаш, тушь, акварель. Иногда белило, иногда чуть серо-голубое стекло. Вот надо походить и просто записать себе, ребята, и педагогам тоже, вот как это делалось. Потому что есть единство стиля в этих рисунках. Как изображается металл, как изображается стекло. Вот, то есть все вещи, которые у нас вызывали вопросы, они нам сейчас раскрыты. И еще чудесная вещь, конечно, огромное вам спасибо за то, что вы повернули историю вспять. Мы же все эти вещи, как бы вот реплики их в антикварных магазинах, в картинах, мы их видели живьем. А теперь мы их увидели до их рождения. Вот, поэтому огромное-огромное вам спасибо. Вот мы знаем фаберже с каких-то, может быть, ну таких знаковых, а с другой стороны поверхностных сторон. Мы знаем яйца фаберже, это знаменитое такое словесное клише. А то, что фирма делала множество других вещей, изделий, ковши, братины, вот на русскую тему, в особенности московское отделение фирмы. Ковшины, столовую утварь, работы с серебром, работы с эмалью и всю эту, как бы, творческую мастерскую всего этого мы не знаем. Она всегда остается за кадром. А эта выставка раскрывает нам как раз, дает нам возможность окунуться в творческую атмосферу поиска, разработки идеи, воплощения и доведения до той красоты, которой славилась фирма. Остались воспоминания, остались документы, что глава фирмы, основной фаберже, это целая династия, Карл Густавич Фаберже, чрезвычайно большое значение придавал именно эстетической стороне дела. То есть коммерция коммерции. Кстати говоря, коммерция была на любой кошелек. Фирма не замыкалась производством изделий только для имущего класса, но производила продукцию для широких слоев населения. И модели уступали разве что в сложности, но не в эстетической стороне. Меньше бриллиантов, иные решения, иные несколько материалов, но каждый раз для каждого изделия закладывался все время один и тот же высокий ценз художественности. И вот художественная сторона этой выставки, вот это самое дорогое в этом проекте. То есть мы смотрим на листы, которые самоценно, вот каждый там, не знаю, ну каждый второй лист как минимум, каждый первый, наверное, это отдельное, самостоятельное, замечательное художественное произведение, на которое смотришь и слюнки текут. Спасибо большое владельцу этих роскошных листов, что он дал нам соприкоснуться с этой красотой, кстати говоря, разностилевой красотой. И тут же мы видим эволюцию фирмы, которая там больше полувека существовала, расцветала из скромного семейного дела до могущественной империи, где трудилось более полусотни сотрудников, которые очень ценили своего главу, он им давал лучшим мастерам право ставить свои именные клеймы на изделия. И тем не менее, они от него не уходили, а если и отпочковывались какие-то, так сказать, собственные мастерские, собственное ремесло, то под маркой Фейберже все равно, никто не покидал Фейберже, все так ценили, ценили его талант, художественный талант, организаторский талант, все признавали в нем доку. Еще раз спасибо владельцу за такой прекрасный подарок.